Купить наркотики без проблем можно в Днепре. Объявления в городе едва ли не на каждом шагу. И это при том, что область в тройке лидеров по количеству наркозависимых. На учёте сейчас около 6 тысяч человек. Кто и как борется с продажей зелья, расскажет Елена Миндалюк. Центр Днепра. Здесь чуть ли не на каждой стене и заборе. Адреса, где можно достать дурман. Надписи есть даже на фасадах, админздании, судов. Но больше всего их возле университетов. В объявлениях прямо предлагают синтетический наркотик в ассортименте. Спайс, амфетамин, ЛСД. Ну вижу везде, постоянно, на всех заборах. Это некрасиво, это надо убирать, конечно. Я учусь в строительном институте. Есть у меня одногруппники, которые даже в наркотических больницах вот этих лежали, лечились уже в свои 17-18 лет. Из-за такой доступности наркотиков для молодёжи, говорят медики, зависимых с каждым годом всё больше. У нас сегодня большое распространение молодёжного наркотика. Молодёжный наркотик – это спайсы. 15 подростков после Нового года находятся в нашем реабилитационном центре. Это с 11 до 18 лет. На борьбу с распространением дурмана выходят горожане, вооружённые баллончиком с краской. Зарисовывают объявления о продаже зелья. Рейды проводят каждый месяц. За день удаётся уничтожить сотни надписей. Проблема носит катастрофический характер, потому что весь центр, все жилмассивы исписаны, они уже начинают друг друга закрашивать, чтобы писать. Так как они себя чувствуют абсолютно безнаказанно. Полиции признаются, по таким объявлениям продавцов поймать достаточно сложно. Они используют разные интернет-программы для общения с клиентами и работают под вымышленными именами. В прошлом году совместно с киберполицией разоблачили только 13 преступников. Складность поляга в том, что происходит бесконтактный сбыт этих средств. Поэтому покупатель, он не имеет возможности и не видит бесконтактного сбывателя этих наркотических средств. Выкористовывают они телеграмм, электронные гаманцы или другие способы оплаты. А медики отмечают в росте наркомании среди подростков виноватые родители. Из-за вседозволенности дети ищут новых ощущений. Они пробуют дурман, а же после четвертого приема у них появляется зависимость. Поэтому врачи просят взрослых не оставлять без внимания изменения в поведении детей и не игнорировать опасные симптомы. Елена Медлюк, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер. Днепр.